Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом тортика, который готовила своему ребенку на 3 годика. Это очень вкусный и очень шоколадный и очень мега ореховый торт. Тортик этот будет с фундуком, он называется Ферреро Роше. Понравился он всем гостям, я думаю, он также понравится и вам, и он прекрасно подходит для любого торжественного события. Готовиться он несложно, но все-таки нужно уделить несколько времени на определенные нюансы. Нам понадобится фундук. Фундук я уже изначально пожарила в духовке и поставила остывать. Его потом буду измельчать. Ставлю взбиваться белки. Добавляю к белкам где-то 3 чайные ложки соли и взбиваю их до воздушной белой массы. После того, как белки посветлели и стали легкой пеной, добавляю сюда сахар. Отставляю, пускай белки взбиваются, до полного растворения сахара. Тем временем смешаю. Здесь у меня измельченные орехи, мука, какао, разрыхлитель и сода. Все сухие ингредиенты перемешиваю до однородности. Соду гасить в этом рецепте не нужно, так как у нас здесь будут и кисломолочные продукты в составе, и какао. Они замечательно погасят соду. Не нужен никакой ни уксус, ничего, ни лимонный сок. Белки вот у нас взбиты. Теперь к белкам нужно будет добавить сюда и желтки. Я буду добавлять в этот раз кефир, но лучше, конечно, получается тортик, когда он со сметаной. И также сюда еще добавляю размягченное сливочное масло. Если оно не очень мягкое, поставьте его на пару секунд в микроволновку, чтобы оно у нас просто хорошо потом размешалось с белками. И буквально на пару секунд включаю миксер, только для того, чтобы все перемешалось. И сразу же выключаю, пускай белки у нас долго с жирными составляющими не взбиваются, иначе они опадут. Вот такая вот воздушная и легкая масса у нас получается. Теперь сразу добавляем к ней все сыпучие продукты. И аккуратно ложечкой, либо лопаткой снизу вверх мы перемешиваем нашу массу до полной однородности. Вначале кажется, что она плохо соединяется, а потом получится очень шоколадная и очень ореховая, и так вкусно пахнущая масса. Вот такая вот, посмотрите, какая она воздушная, какие там пузыри воздуха внутри. Уже видны везде орешки здесь. И буду выкладывать всю массу в разъемное кольцо. Обязательно застилаю пергаментом и по бокам, и снизу. Отправляю сразу всю массу в духовку. Духовка разогрета у меня до 180 градусов. Печется этот корж от 40 минут до часа. В зависимости от вашей духовки, с конвекцией и без, у меня газовая духовка печется чуть медленнее. Проверяйте на сухую шпажку. Вставляйте шпажку, достаете, чтобы на ней не было ничего влажного. И затем дайте бисквиту полностью остыть, и вымейте его обязательно из формы, чтобы он не запарился. Потом приготовим крем. Шоколад я растопила в микроволновке, либо его можно растопить на водяной бане. Точнее на паровой бане. И добавляю сюда масло, размягченное, комнатной температуры. Сейчас, на данный момент, это у нас получается шоколадный ганаш. У нас здесь в равных пропорциях шоколад и масло. Это масляный шоколадный ганаш. Если масло уже сразу начинает схватываться и более плотное, чем вам нужно, допустим, масло у вас было холодное, поставьте на пару секунд в микроволновку, пускай чуть-чуть станет помягче, чтобы удобно было соединять все продукты. Я взяла вот такую вот ореховую, это польская, если я не ошибаюсь, ореховая паста. Можно взять, конечно же, нутеллу, с ней будет еще повкуснее. Выбирайте любую, просто это фундучная ореховая паста. Опять же взбиваем. Вот такая вот красивая гладкая масса. Она может быть чуть плотнее у вас. У меня она мягче за счет того, что я ставила чуть-чуть в микроволновку шоколад с маслом. Поэтому я повзбиваю чуть подольше, чтобы подостыла моя масса. Добавляю сюда измельченные орехи. Орехи что в корж, что в крем я измельчаю не в блендере, а измельчаю скалкой, для того, чтобы попадались и более крупные, и мелкие кусочки. Также сюда добавляю еще немножечко подавленную вафли. Вафли придадут именно такой привкус очень интересный, который присутствует в конфетках Феррера Роше. Вафли обычные Артек, там они у меня, по-моему, тоже либо ореховые, либо шоколадные были. В общем, просто подавленные немножечко вафли. Разрезаю корж на три части. Я его буду еще немножечко пропитывать, но это не обязательно, корж так влажный. И затем выкладываю на него половину своего крема. Для пропитки у меня здесь был кипяток, несколько ложек сахара, 2 столовые ложки сахара будет достаточно на 200-300 грамм кипятка. И немножечко либо какого-то сиропа орехового, либо это у вас может быть какой-нибудь ром, ликер. Все по вкусу, как вам нравится. Можно просто сахарным сиропом пропитать. И выкладываю на корж оставшийся крем. Разравниваю. Накрываю верхней частью. Тортику можно дать немножечко постоять. Можно чуть-чуть его отправить под не очень тяжелый пресс. Он не сильно садится. И отправлять его в холодильник. Шоколад быстро с маслом схватится, и поэтому крем будет очень стабильный, вытекать не будет. Но собирать его все же лучше в кольце. Вот такой в разрезе тортик. Сфотографировать его, как разрезала, я не успела, потому что гости размели все очень-очень быстро. Это очень вкусно, очень шоколадно и мега орехово. Делается все несложно. Обязательно попробуйте и не забывайте палец вверх поставить. Если вдруг вам, конечно, что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Я вам все всегда отвечу. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.